Газпром вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал-Европа на вторник. Из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов, холдинг уже восьмой день подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных платформы XaPlatform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 миллиона куб. М в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на вторник будет у Газпрома на внутридневных торгах ночью. Газпром начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал-Европу две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронируют мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате, с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода Ямал-Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В самом Газпроме неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. Так, ряд клиентов Газпрома из Европы, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа. Транснациональный газопровод Ямал-Европа проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. М-газа в год. А ситуация на мировом рынке газа. Глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложений на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПК. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПК, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах. На этом фоне цена газа на нидерландском хабе ЭТЭТ осенью этого года впервые в истории преодолела отметку в 1 долларе 0,00 за тыс куб. М. А в декабре 2 доллара 0,00 за тыс куб. М. Однако стоимость фьючерсов на хабе ЭТЭТ волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам Газпрому в 2021 году составит 280 долларов за тыс куб. М.